Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем серию наших интервью с представителями цифровых профессий. Давайте будем знакомиться. Представьтесь, как вас зовут, где вы учитесь? Меня зовут Соколов Даниил, я ученик третьего курса Вологодского колледжа связи. В настоящее время обучаюсь там и самосовершенствуюсь по той специальности. Хорошо, Даниил, но мы сегодня втроем. Давайте представим и кто находится рядом с вами. Давайте я сам представлюсь. Егоров Илья Станиславович, руководитель проектов СМИТ. СМИТ – это Центр молодежного инновационного творчества. Хорошо, да, замечательно. То есть я тоже пару слов прокомментирую. Есть такой международный формат Фаблаба, то есть фабричная лаборатория от СМИТ. Это сделано в России. То есть это адаптация Фаблаба для российских реалий. Итак, пойдемте дальше. Даниил, расскажи, пожалуйста, какой у тебя был первый работающий проект и сколько тебе тогда было лет? Так, первый работающий проект это у меня был до зимы. То есть измерительная радиация обычная. Его я сделал, когда мне было, лет так 13-14. То есть уже получается довольно приличное время с этого проекта прошло. Проект был успешный, действительно запустился. И, ну, это, можно так сказать, самый более серьезный проект, который я действительно первый сделал в своей практике. Понятно. Ну, вот такая тема серьезная, радиация. То есть это вот, раньше у нас были уроки НВП. Вот мы там проводили всякие вот эти там, ну как, и насчет химических всяких там отравлений и вот радиации. А откуда возникла эта потребность, вот идея самого проекта этого? Ну, всегда мне лично хотелось с точки зрения электроники сделать прибор, который бы обходил заводские приборы по некоторым характеристикам, чтобы он мало потреблял электроэнергии, чтобы он был компактным, портативным, чтобы он был всегда с собой, грубо говоря. Такой прибор, такая цель, она была действительно выполнена. Прибор получился именно таким, каким я его хотел собрать и сделать. И основная задача, конечно, почему вот именно, что меня сподвигло, это именно то, что я не мог найти тот дозиметр, тот прибор именно под себя. Ну, все-таки вот радиация, то есть где-то ты услышал, да, что вот есть такое излучение, которое может быть вредно влиять, потому что вот откуда это все пошло, вот откуда глубинная причина? Пошла, конечно, это и более интересная такая история, просто когда про радиацию, я вообще впервые услышал от своего деда, он у меня человек, который увлекается наукой в какой-то степени, именно он мне, когда мне еще было лет, наверное, ну и мало, то есть 6-7, он мне там впервые начал рассказывать об этом, именно тогда начал просыпаться интерес именно к физике, к радиометрии, то есть именно к радиации и тому подобное, что-то начал читать, там, изучать информацию. Через какое-то время это стало просто, кодилка знаний по этой тематике, она стала пополняться. Замечательно. Хорошо, ладно, а вообще сейчас где этот прибор, он как бы остался или он уже все на запчасти пошел? Конечно, прибор у меня остался, более того, были даже просьбы сделать для кого-то, то есть люди даже просили, чтобы я для них такие приборы собрал, но что-то то ли времени у меня тогда было немного, потому что, ну, все-таки обучение в школе, оно прилично времени отнимало, мне было не особо некогда сидеть дома или заниматься этим прибором, но все-таки продолжение свое нашло уже не как в дальнейшей реализации этих приборов, а как в последующей их модернизации стали приборы более высшего уровня класса появляться, по назначению более серьезные, то есть даже под лабораторные приборы стали делаться и так далее. То есть, конечно, до сих пор у меня тот самый прибор остался, у меня лежит, он работает. Более того, он работает без перерыва с того момента, как я его тогда собрал, потому что батарейка садится, я ее меняю, батарейка садится, я меняю, то есть прибор работает без перерыва до сих пор. Понял, здорово, отлично. Ну, давай тогда все-таки поговорим о наставнике, да, вот скажи, был ли у тебя наставник в школе, в колледже, есть ли он у тебя сейчас, и какую он роль играет? В школе, конечно, у меня был наставник, точнее наставница, это была учительница по информатике, Людмила Константиновна ее зовут, значит, до сих пор она преподает. Именно она меня начала, вот именно с того момента, когда я начал посещать различные мероприятия, конференции научные и так далее, именно она меня стала туда проталкивать, грубо говоря, то есть все эти проекты, которые тогда у меня были в голове, которые я реализовывал, я приходил, мы с ней обсуждали, она-то все как бы информацию обрабатывала, давала определенные замечания и корректировки, мы с ней это делали, потом шли, выступали куда-то с этой разработкой, то есть мы вступили хорошо, через какое-то время, когда я закончил школу, я пришел в Вологодский колледж связи, там наставник у меня тоже в какой-то степени появился, с Илью Саниславовичем я там познакомился, так сказать, нашли сразу же общий язык и по электронике, и по разным проектам, с того момента начали работать, найти форум я именно попал, когда я уже стал в Вологодском колледже связи обучаться, тоже туда сходил, туда, там на стенде постоял и так далее, то есть тоже по кое-каким разработкам рассказывал, ну а через какое-то время я уже здесь в ЦМИТе стал уже работать над различными проектами, задачами и так далее, то есть тут уже Илья Саниславович в настоящее время у меня наставник, руководитель, то есть до сих пор, как наставники появились, так они конечно же до сих пор и есть, потому что без них, конечно же, никуда. Хорошо, да, ну вот давайте Илью Саниславовичу тоже послушаем, вот как ваша, вот с вашей позиции, да, вот роль наставника, вот каковы задачи, каковы функции и вот насколько сложно или легко быть наставником? Ну я думаю, что, скажем так, путь учителя, наставника, мастера производственного обучения, это путь трудный, вообще сам термин «наставник» по сути дела тот, кто наставляет на путь истинный, то есть что бы мне хотелось, скажем так, здесь реализовать в ЦМИТ? Мне хотелось бы, чтобы у нас ребята познали радость труда, то есть научили трудиться, сформировался, чтобы у нас, ну у нас, кстати, так и произошло, у нас сформировался трудовой коллектив, то есть чтобы у нас был трудовой коллектив, который мог бы решать действительно очень сложные задачи, чтобы ребята работали, гордились результатами своего труда, то есть вот что мы делали, было сложно, мы сделали, у нас есть что показать, ну и вырастить, скажем так, такое приспособленное к современной трудной жизни молодое поколение. Да, ну это благородная и действительно серьезная, сложная, долгосрочная задача, поэтому давайте будем заниматься тем, вот что мы можем, то, что мы видим смысл, и давайте все-таки поговорим о более конкретных вещах, мы находимся в ЦМИТе, вот тут сзади нас какие-то 3D принтеры, печатают детали нужные, расскажите о тех проектах, которые вы сейчас ведете, да, вот наверняка же что-то есть в работе, в планах, вот давайте об этом более подробно поговорим. Ну давайте начну я, Данил меня дополнит, потому что его работы тут очень много, практически мы все работаем как единый коллектив, то есть все у нас идет, скажем так, вместе мы делаем очень сложные дела, и для нас это в какой-то мере тоже испытание, то есть хватит ли нам сил, ума, знаний довести вот это начатое дело до конца. Ну вот мы тут справились, очень довольны, у нас проект был довольно-таки серьезный, сейчас он входит уже в завершающую стадию, то есть мы создаем продукт, вот он имеет коробочку, он имеет коробочку, то есть этот прибор лежит здесь, прибор нужный, фактически это нанометр, то есть чтобы понимать, что такое нанометр, ну вот мы возьмем прибор, провели измерение, провели измерение, подняли шток, вот он показывает ноль, провели пальцем, опустили, и он нам что-то показал, измерил, что он нам измерил, он показал, что туда прилипло три молекулы, и он уже их меряет, то есть вот с такой точностью данный прибор может мерить, он уникальный. Что можно сказать по зарубежным, более близкие приборы, близкие приборы, но не с таким разрешением, делает компания Sony, делает компания Sony, но наш прибор точнее, то есть собственно говоря, мы ожидаем в ближайшее будущее, что у нас будет финансирование, и мы будем эти приборы делать уже под заказ, с хорошим финансированием, пока мы их делали своими силами. Ну я думаю, как ребята делали и что-то дополнить, наверное Данил может сказать, потому что было действительно трудно. Да, Данил, тебе слово. Да, значит с этими приборами действительно много разных историй, разных событий происходило. Очень интересная была серия этих приборов, очень интересный производственный процесс по созданию и сборке этих приборов был. Начиналось их собирать буквально с каких-то там разрозненных кусков принципиальных схем, плат, все на своем опыте постигали, часть делали, изготавливали сами с нуля, то есть например задние панели для корпусов этих приборов, передние панели фрезеровали сами. То есть работа была не только по электронике, которая была очень большая, потому что требовалось спаять печатные платы для этого прибора, требовалось правильно подобрать номенклатуру деталей, собрать в одном месте, организовать производственный процесс, это действительно много времени и сил отнимает. Но в итоге мы действительно получили партию, серию очень хороших, надежных, высококачественных приборов, как по электронике, так и по механической составляющей. К тому же сейчас постоянно мы стараемся расширить это производство этих приборов, чтобы увеличить их производственное количество. Мы работаем в этом направлении, сейчас будем продолжать работать, заниматься этими приборами, усовершенствованием и так далее. То есть по сути вот сейчас здесь на базе ЦМИТа, на примере этих приборов, функционирует целый заводик, целое предприятие. Да, вот я просто про это и хотел тоже сказать. То есть на самом деле там же нужно думать и о дизайне, и как бы о сопровождаемости, и там ремонтность, и потом как бы, да, то есть чтобы он был удобен в этом плане. И вот как вообще вот вы друг с другом-то? То есть я так понимаю, вот у вас хорошо, понятно, есть наставники, но ядро ЦМИТа, вот как бы рабочая сила основная, это фактически студенты. У вас же еще такого производственного опыта фактически нет. Вот просто как это все выстроено, как вы вот эту технологическую цепочку разделяете, вот кто будет делать, я не знаю, плату, кто будет делать дизайн, кто будет печать. Вот расскажи об этом, как вот это все происходит? Ну, насчет опыта, вы абсолютно правы. То есть у студентов в подавляющей большинстве они даже понятия не имеют, как функционирует завод, как функционирует предприятие. Почему это именно здесь удалось запустить? Ну тут, когда еще речи о этих приборах не было, я сам когда сюда пришел, уже много раз говорил, что ну, нужно бы действительно создать какую-то серию каких-либо приборов. Да, этих приборов были Wi-Fi репитеры, которые одна компания заказывала, то есть усилители Wi-Fi сигнала и так далее, то есть нормальный бытовой прибор. После него уже вот эти вот приборчики пошли. И производственный процесс строился по такой цепочке. Я очень долго изучал сам лично все производственные процедуры с заводом, техдокументацию, как там должно это быть, как не должно быть. В итоге я собрал здесь группу студентов, потому что та группа, которая работала над этими приборами, это в основном студенты из моей группы Вологодского колледжа связи. То есть здесь, конечно, есть другие группы студенты, но в основном это именно моя группа, то есть я их собрал. С ними мы работали еще на базе другой площадки в РЦТТ. Потом уже здесь, когда мы собрались, уже обязанности я раздал, то есть один занимается этим, то есть у нас есть группа монтажников, которые сами печатные платы поедут, есть у нас дизайнер, который уже более внешние панели разрабатывал, графику, дизайн и так далее. Я сам лично электроникой занимался, то есть моя задача была изготовить первые печатные платы для того, чтобы можно было объяснить нюансы их пайки, потому что нюансы были, нюансы всегда всплывают на любом производстве и на любом этапе. Это все получилось. Через какое-то время они уже сами практически без контроля, без надзора, без особых перепроверок, устроения косяков, недочетов, которые опять же на этапе начальном бывают. Уже удалось. Руку они набили быстро, так скажу. То есть потом партия пошла очень шустро. Вот как-то так вот и выставился производственный процесс. А такие вторичные вопросы, как поставки деталей, организация уже более рабочее место, они уже решались по мере построения вот этого самого коллектива, рабочего процесса и так далее. То есть это было в процессе. Здорово. Ну вообще вот ты упомянул про завод, что изучал документацию. Вот про какое предприятие идет речь? Ну, про заводы я различные изучал, потому что у меня в любом случае, помимо электронной промышленности, электроника, вот здесь в ЦМИТе я ее строил на базе того, как должно работать именно не завод, а конструкторское бюро. То есть фактически завод, но с более узким специальностью, с более низкими партиями. Но вполне себе такой относительно небольшой коллектив, когда сидит, занимается какими-то там вещами средними сериями, то есть не совсем высокими. По заводам мне было интересно также машиностроение, то есть у компании Mizon тоже есть, конечно же, свой завод. Его тоже интересно изучать всегда, вот эти все процессы, то есть тоже обучаться этому всему. Такие заводы были интересны, как Молот, механический завод, то есть в Вятских полянах оружейное предприятие в настоящее время. То есть по таким вот предприятиям. А вот в Вятках, как-то ты там был на практике, каким образом ты туда попал? Нет, я туда не попадал, просто я очень детально изучал все, что связано с его историей, с этим заводом, с их продукцией и так далее. Потому что интересно все-таки, завод очень старый, меня всегда привлекают именно изучать предприятия, у которых история есть определенная. Потому что завод Mолот, он работал с 1940 года, история большая, номенклатура выпускаемой продукции тоже разная. То есть в любом случае у любого завода есть свой подход к выполнению тех или иных задач. У нас, например, свой подход. Допустим, у конструкторского бюро какого-нибудь по электронике наподобие как ККБ «Радар» в городе Троицк, Подмосковье. С этим конструкторским бюро у меня контакт определенный налажен. То есть часть того процесса, который у нас сейчас действует здесь, он переложен частично из КБ «Радар». То есть мы разговариваем с людьми, общаемся, они нам передают часть своего опыта, мы там тоже часть своего опыта передаем. Из-за такого вот обмена знаниями, симбиоза у нас получается строить именно то предприятие, которое мы хотим в итоге получить. То есть которое будет давать реально качественные приборы, которые будут востребованными. И, опять же, задача любого завода, предприятия, это, конечно же, еще и занятость определенных групп населения. То есть студентов, школьников, или там, допустим, уже людей с образованием, с опытом и так далее. То есть это уже от специфики зависит. Я понял. Ну это очень здорово, конечно, да, вот что есть и Мизоны, вот другие заводы, чтобы вот этот опыт, вот все эти наработки нужно как-то переосмыслить и адаптировать именно под вашу специфику и получить вот такие замечательные приборы. Давайте поговорим о планах на будущее. То есть вот этот прибор, я так понимаю, уже вот есть там заказ, да, будет запускаться серия. А что еще? Вот какие планы на будущее? Планы, собственно говоря, грандиозные. То есть вот ребята у нас освоили мелкосерийное производство. Теперь мы решили замахнуться на среднесерийное, а потом на крупносерийное. Крупносерийным производством я не занимался. Так что даже это будет в новинку для нас, более, так сказать, опытных наставников. Но с чего-то все равно надо начинать. Расскажу так, коротенечко, чем мы сейчас занимаемся, над чем трудимся. Мы заключили договор с предприятием в Москве ООО «Моторика». То есть это новое предприятие. Делает довольно-таки уникальную продукцию. Чертежи, техническую документацию они нам прислали. По чертежам мы уже изучили возможности. Наши технически сможем мы делать подобную партию, такую как крупная, да, 12 тысяч штук они нас требуют. Или нет. То есть изготовить мы их можем. Изготовить мы их можем. С этим мы уже определились. Собственно говоря, прототип. Прототип он уже изготовлен. Он уже изготовлен первый. Делали мы его на 3D принтере. Оперативно сделали за день. То есть в пластике изготовили 43 детали. Далее надо понять, как изделие собирается. То есть из сборочных чертежей пока не все, например, нам пока ясно. Вот, разговаривали сегодня с руководством предприятия «Моторики» в Москве. Поговорили по поводу прототипов. Они требуют изготовить два прототипа уже к 10 апреля. То есть у нас сроки довольно-таки сжаты. Поэтому два изделия в металле мы будем делать. Детали будут делать на заводе. То есть это будет коллектив завода. Практически их уже задачами. Этими задачами. Они уже приступили, так сказать, к осмыслению этих чертежей. И проработке технологий, как это изготовить. Что мы планируем здесь на базе ЦМИД сделать вместе с ребятами. Мы хотим организовать сборку. Потому что нас требуют не только изготовление деталей вот этих механических, а еще и собранное изделие. То есть нам надо будет разобраться со сборкой. Определить темп, с которым мы можем наладить сборку, выпуск. То есть финальную. Определиться со стоимостными показателями. Потому что мы так прикинули. Изделие стоит готовое около 50 тысяч рублей. Вот так мы на вскидку прикинули. Помножим на 12 тысяч в год. И у нас получилось больше полмиллиарда рублей. То есть это серьезный уровень действительно финансовый. Поэтому тут действительно речь идет уже о выстраивании серьезных крупносерийных производств. Ну и хотелось бы сказать, передать слово Данилу. Потому что от ребят, от трудового коллектива будет зависеть здесь практически все. Потому что, как сказал один очень мудрый человек, кадры решают все. Мы помним, да. Нет, стату. Данил Александрович, ну как, возьмете за это сложные дела? Да, конечно. Не боитесь? Нет, совершенно не страшно. Потому что бояться в производственном процессе, я считаю, что это совершенно глупая затея. Не нужно бояться, нужно наоборот двигаться вперед. Нужно развиваться. Нужно максимально стараться превзносить что-то новое. В том числе и в свою работу, в свою жизнь. И в данном случае, говоря о компании Моторики, о заказах. Мы, конечно же, будем пробовать, и не то что пробовать, мы будем создавать такое производство. Мы будем делать в производстве цех. Я считаю, что работа у нас стоит большая, интересная. Но в то же время, конечно же, это и колоссальный опыт, который мы все получим за время этой работы. И, определенно, конечно же, и так будем говорить, финансовая составляющая тоже здесь положительная будет. Потому что, ну, чем больше заказ, тем он солиднее, тем и зарплата, соответственно, больше. Потому что с этим, говорится, не поспоришь. Да, я согласен. Хорошо, хорошо. Ну, в общем, тут надо все продумать, просчитать. И вот, дай бог, чтобы все случилось. И, действительно, просто я два слова, комментарий вот ставлю, что Моторика, она делает детские протезы. Да, вот они вот называются как бы не функциональные. Да, то есть это реально протез, который может поднять стакан, может что-то перенести. И очень благородная цель и задача. Моторика, она резидент Сколково. И поэтому очень хочется, чтобы вот эти инновации, они приносили пользу людям и приносили пользу детям, которые вот в силу физических вот таких вот моментов не могут быть полноценными членами. А вот эти изделия, эти протезы, они вполне могут помочь им влиться и стать, ну, вот, выполнять какие-то свои, ну, как бы, и в школе, и в быту. Везде это может быть очень полезно. Замечательно. Теперь давайте я бы хотел немножко с другой стороны еще посмотреть, вот, все-таки, про родителей. Вот, что бы, Илья Станиславович, Вы посоветовали родителям, чьи дети увлечены, вот, как Даниил, научно-техническим творчеством, у которых уже вот такое видение, уже такой солидный опыт, вот, что бы Вы им посоветовали? Ну, тут надо смотреть по возрастной категории, то есть, если это дети в возрасте, там, скажем, восьми лет, двенадцати, то, конечно, покупать им конструкторы, чтобы они в конструкторах, скажем так, что-то могли конструировать, разбирать, собирать. То есть, я сам преподавал детям на лего-конструкторах лего-роботов, причем это были и для начальных классов, то есть, вот эти лего веду. И, скажем так, на лего, скажем, NXT мы работали, да, с ребятами, ну, это уже такие ребята постарше, у них там где-то от 12 до 14 лет. Вот, потом, потом, ребята, ну, видимо, наши ребята быстрее вырастают, то есть, они где-то лет 14 говорят, что, да, вот, нам уже лего скучно, мы хотим на ардуино программировать, вот, научите нас. Мы начинаем брать 3D-принтеры, что-то на них печатать, какие-то колеса для робота, какие-то шестеренки, корпус, соответственно, устанавливать электронику, то есть, тут уже надо ребятам такие умения, как немножко понимать в электрофизике, что-то уметь паять, то есть, они у нас приходят, ну, практически всему этому учатся. Вообще, вот, в целом, даже, если мы говорим не про маленьких детей, а про взлорослых ребят, да, про студентов, то есть, какой у нас основной, скажем так, момент обучения, то есть, методика обучения, какую мы используем, это фактически наставничество, то есть, более старшие ребята, более опытные, берут, скажем так, ребят первого курса, а может быть, школьников, там, 10-11 класса, и, скажем так, становятся для них наставниками, то есть, грубо говоря, более опытными товарищами, которые их обучают, обучают, скажем так, как делать ту или иную вещь, что-то подсказывают, причем это такой недирективной манере идет обучение. Вот, собственно говоря, наставничество, наверное, нам самая подходящая, самая подходящая методика обучать персонал, это именно наставничество, это когда старшие, более опытные, передают менее опытным свой опыт и знания. Да, я согласен, но вот, Даниил, что ты можешь посоветовать родителям, чьи дети увлечены? Ну, что тут можно посоветовать? Здесь, конечно же, я бы посоветовал бы это максимально дать возможность постигнуть ту базу в той стезе технического творчества, в котором они хотят развиваться. Например, хочет там ребенок изучить электронику, пусть изучает электронику, если там, не знаю, организовать там рабочее место с паяльником тем же и так далее, то есть, почему бы и нет. Или там, допустим, если там хочет 3D-принтингом заниматься и так далее, то есть, в этой уже стезе работать. То есть, сейчас, не знаю, 3D-принтер это уже чрезвычайно доступная вещь в настоящее время, это уже раньше там, если брать, прям уже так, 20 лет назад там или 10 лет назад, то, конечно же, совершенно другой разговор. Сейчас это уже банальный прибор, который, аппарат, который может, и я даже считал, он не может, он должен стоять в каждом доме, где есть люди, которые занимаются или увлечены каким-либо тех творчеством, чего бы и нет. Ну, к слову сказать, быстрее всего, ближайшее будущее как раз будет таким, что у любого там школьника, студента на столе обязательно рядом с компьютером будет стоять 3D-принтер. Что еще можно было бы посоветовать? Можно самое простое сделать, вот как раз мы на следующей неделе собираемся изучать физико-химические свойства пластика, того, что нам дали, потому что есть ряд пластиков для 3D-принтеров, с которыми мы не работаем. Ну и, соответственно, мы заменим режим работы, мы постоянно его меняем. То есть мы превратимся, первая наша аудитория превратится в исследовательскую лабораторию. Практически исследовательскую лабораторию школьник у себя дома может организовать сам. Что ему нужно для лаборатории? Ну, как минимум, исследовательский компьютер. То есть он берет бумажку, пишет исследовательский компьютер, крепит на свой компьютер, и, в принципе, имея интернет, а интернет это практически интерактивная библиотека, куда можно обратиться с какими-то запросами и найти интересующую информацию. То есть можно проводить уже сейчас исследовательскую работу. Ну, в нашем случае на следующей неделе нам предстоит разобраться с пластиком. Но быстрее всего будем тоже в интернете что-то читать, что-то смотреть, потому что, может быть, сами что-то не поймем, придется пообщаться с коллегами. Опять-таки интернет-средства связи и компьютер на сегодняшний момент. Причем очень замечательный инструмент. Вообще очень о компьютере хорошо сказал Стив Джобс. Компьютер – это самый удивительный инструмент, с которым я когда-либо сталкивался. Это как бы велосипед для нашего сознания. Класс. Здорово, да, согласен. Теперь давайте опять же подумаем с точки зрения молодежи. Вот, слава Богу, вот те, значит, молодые люди, которые к вам ходят, они уже увлечены, им интересно, здорово. Но что бы вы посоветовали тем молодым людям, которые пока еще почему-то по каким-то причинам не нашли себя? Вот какие ваши советы, Илья Станиславович? Так, ну, скажем так, я думаю, что у нас, если мы говорим о Вологодской области, имеются дома детского творчества. Я думаю, что ребятам, ну, по месту жительства лучше, если они хотят что-то делать, да, и у них вот просто не могут сидеть, то есть горят глаза, чешутся руки, что-либо сделать, ну, конечно, обращаться в систему дополнительного образования, вот эти самые дома детского творчества. Там, по крайней мере, есть наставники, которые помогут, подскажут, научат. То есть, конечно, надо обращаться. То есть, в принципе, в принципе, может быть, может быть, как-то оздачить родителей, сказать, вот я хочу заниматься этим, ну, как в советское время там было так, значит, захотел ребятенок заниматься фотографией, пришел к родителям, сказал, вот есть фотокружок, я хочу ходить туда. Ему говорят, а сколько это стоит в месяц вот это вот заниматься там? Он говорит, ну, там три рубля, ему дают три рубля, и он занимается. Вот, чтобы родители как-то способствовали развитию детей, может быть, как-то что-то им приобретали, покупали, может быть, занимались с детьми сами. То есть, не секрет, что, скажем, с детьми иногда бывает занимаются родители, и когда на выставке таких детей мы видим, видим, что проекты просто потрясающие. Вот, подходим, с детьми беседуем, говорим, ну, вот откуда такие глубокие познания? Они говорят, папа научил, значит, понятно, значит, папа молодец, занимается. Вот, так что вот родители, да, обращали внимание на своих детей, если у них, например, ребенок хочет заниматься радиоэлектроникой, ну, чтобы способствовали развитию его таланта. Самим детям рекомендуем, ну, раз вот есть какие-то детские дома, и там занимаются по тем интересным направлениям, обе-таки, что ближе к нам радиоэлектроника, да, радиоэлектроники кружок есть, чтобы приходили, записывались, занимались, ну, развивались, потому что все равно в том же самом детском доме есть другие ребята, кто тоже увлечен радиоэлектроникой, с ними есть о чем пообщаться. Когда уже двое человек или трое начинают там на своей волне быть, у них уже что-то придумывается, что-то там, начинаются какие-то проекты, проектная деятельность, они начинают что-то паять, делать, то есть уже что-то начинает получаться. Так что рекомендую не сидеть, не бездельничать, а как раз приобщаться к творчеству. Согласен, да, очень такие важные моменты, то есть вот наставник, творчество, энтузиазм, единомышленники, сообщество, вот вокруг этого всего как раз и возникает интерес, и можно реализовать вот свой потенциал и вот как бы вынести его на поверхность и как бы получить совсем другое качество. Не дома сидеть сложа руки, да, а вот сходить, увидеть, изумиться, да, вот удивиться и после этого уже начинать делать такие реальные дела. Даниил, от тебя еще хотим услышать, вот для молодежи, что ты хочешь пожелать? Я хочу пожелать это в первую очередь, чтобы хотя бы пробовать что-то новое, попробовать, не знаю, спаять что-то, изготовить, напечатать в ТД-принтере, даже в компьютере программу написать какую-то, если такое желание есть. В общем, творчество в любой своей форме, особенно, конечно же, техническое, на станке какую-то детальку выточить. Очень хорошо, конечно, если родители сами имеют, так сказать, ту базу, которую хочет тот или иной школьник изучать. Например, если отец работает на заводе фрезеровщиком или станочником, он, конечно же, может хорошо обучить этому своего сына, а в иных случаях даже дочь. То есть разные жизневые, так сказать, возможности и желания. А с другой стороны, конечно же, при наличии желания, даже если это желание слабое, его можно в любом случае сделать так, чтобы оно разгорелось очень сильно. Это я, конечно же, по своему опыту говорю, потому что изначально я в основном занимался исключительно электронными разными вещами, и, наверное, только года два назад я постепенно, очень медленно стал изучать машиностроение. То есть уже станки, фрезеровка, токарный станок, марки стали, особенности, нюансы и так далее, и тому подобное. То есть я все говорю к тому, что если есть какое-то желание в тем самым минимальное, не бойтесь пробовать, изучать что-то новое, потому что лучше попробовать себя в той или иной специальности и потом понять то, что она мне действительно нравится, я хочу в ней работать, или не попробовать и заниматься нелюбимой работой или нелюбимым делом. То есть подведем к вышесказанному резюменнике, значит, попробовал, понравилось, а аппетит приходит во время еды и, значит, уже завертелось. Значит, все пошло, поехало. Сфера интересов, что любите делать больше всего? Так, ну давайте прикинем. Значит, моя любимая сфера игры, робототехника и экономика. Ну, практически я занимаюсь и теми вопросами, и этими. Что можно сказать по поводу экономиста? Экономист, если он настоящий экономист, это крепкий хозяйственник, который ведет свое предприятие к благополучию и предстанию. Я понял. Да, хорошо. Даниил, какое у тебя любимое дело? Ну, у меня любимое дело, это, конечно же, электроника, электротехника, машиностроение, тоже разные, более научные исследования, то есть, та же саморадиация и тому подобное. То есть, ну, вот, как бы, эти сферы в основном. Да, я понял. Да, докопаться до самой сути, разобраться, как все внутри выглядит, да, и можно это было все применить. Отлично. Какие знания и умения нужны инженеру? Вот есть такой термин «мейкер», да, который вот из каких-то исходных материалов, доступных, может сделать что-то новое. Что нужно? Так, ну, первонаперно творческий подход. То есть, грубо говоря, было бы желание остальное приложиться. Во-вторых, надо обладать знаниями определенными, то есть, как минимум уметь читать чертежи, потому что без знания, ну, чертеж — это технический язык, без знания технического языка никакую технику не создать. Если у нас идет, например, мехатроника, это соединение механики и электроники в единое целое, то тут надо знать еще электронику, радиоэлектронику. То есть, это тоже надо обладать довольно-таки серьезными знаниями, вот, желательно на уровне радиоинженера, чтобы сам человек мог проектировать какие-то конструкции. То есть, и, конечно, если мы говорим о электронике, то практически сегодня многие чипы, они просто имеют прошивку программную. То есть, это надо знать еще и в программировании. То есть, опять-таки, возвращаемся к Стиву Джобсу, который говорил, программировать должен уметь каждый. Если вам это не нужно для работы, это научит вас думать. То есть, без программирования в 21 веке, думаю, человеку в современном будет очень сложно. Золотые слова поддержу. Даниил? Конечно же, нестандартные подходы. Любой инженер, это, конечно же, некий как скульптор, который убивает из камня сложности, препятствий, свой продукт, обтачивает его, делает как надо, убирает шероховатость. Любой инженер, это скульптор своего дела. Что электрончик, что остановочник, что сварщик, без разницы. Человек, который занимается своим делом, ему, в первую очередь, необходимо умение самосовершенствоваться, для того, чтобы хотя бы, если быть не лучшим в своей области, но стараться быть им. Согласен, да. Но вот тут я бы хотел подчеркнуть, что мысль в том, что нужно не просто заниматься такими, как методом проб и ошибок, а есть в специальной методике тот же самый КРИС, например. То есть изучив эту технологию решения изобретательских задач, мы можем уже осознанно применять эти принципы и гораздо быстрее достигать эффективного результата, который будет действительно работоспособным. Потому что, ну как бы, вот Илья Владимирович, возвращаясь к вашей, понимаете, знать программирование, знать микроэлектронику, мехатронику и прочее, это, ну как бы, очень большой пласт. То есть здесь, мне кажется, опять же, нужно искать единомышленников, чтобы вот кто-то вот занимался углубленно программированием, кто-то вот механикой, кто-то электроникой. Вот это, мне кажется, более такой реальный способ достижения быстрых результатов. Потому что сейчас жизнь настолько, ну как бы, скоротечна и быстротечна, что если человек одиночка, ему очень сложно. Вот тот же Джобс, он имел возника, да, вот человека, который ему помогал. И Джобс очень много ездил по всяким вот исследовательским лабораториям, где он увидел какие-то инновации, и его-то заслуга заключалась в том, что он вытаскивал это с лаборатории на широкий рынок. Хорошо, идемте дальше. Какова ваша мечта? Вопрос коварный. Ну, скажем так, на ближайший период, на ближайший период, это год-два, на ближайший год-два, это, как говорится, запустить вот это крупносерийное производство. Я думаю, что мы все об этом уже в грязи мечтали и хотим это сделать. Ну, в долгосрочной перспективе хотелось бы увидеть, как Россия возвеличится над остальными державами, как в техническом смысле, так и в экономическом. Это, так сказать, долгосрочная перспектива. Хорошо. Даниил? Ну, а моя мечта – это именно постараться наиболее больше знаний выбрать в себя, стать более лучшим специалистом в своей отрасли. Ну, вот это, скорее всего, моя, так сказать, более долгосрочная, короткосрочная мечта, то есть самосовершенствование, изучение, ну и естественная работа, интересная работа, конечно, что здесь в МИТе и так далее. То есть вот такая вот. Хорошо. Идем дальше. Вот есть ли какой-то способ, не знаю, лакурсовая бумажка, чтобы распознать в себе инженера-мейкера? Даниил, давай тебя от первого. Как универсальный, конечно же, способ, может быть, он и есть. Но если так уж говорить с этой точки зрения, распознать в себе инженера, не знаю, с моей точки зрения довольно просто. Это, конечно же, на этом может указывать то, что есть. Например, чем отличается инженер от обычного исполнителя? Инженер очень-очень креативный человек в любом случае. То есть в любом смысле то, что есть под рукой, там немножко проволоки, немножко гвоздей, получается очень интересное изделие, устройство. Если же человек, например, берет, вертит какое-либо устройство там в руках, не видит, не понимает, что с ним дальше делать, он подходит к другому и говорит, вот что мне с этим делать? Конечно же, я не говорю, что тот человек не станет будущим инженером. Это просто лишь звонок тому, что нужно углублять все познания в данной отрасли. Креативное мышление в инженерном ремесле, в инженерном деле, оно приходит с опытом. Опыт – очень важный этап для инженера, очень важное, как бы, действие, очень важный смысл несет. Да, согласен. Илья Станиславович? Так, ну, давайте так скажу. Наверное, каждый человек для чего-то предназначен, и каждый человек идет своим путем. Это, как говорится, его судьба – сделать определенный свой путь. У всех это по-разному проявляется, то есть иногда бывает, что нет таких ярко выраженных талантов у человека. У всех это по-разному. Вот сколько я занимаюсь с ребятами, у всех по-разному. То есть у кого-то есть такая четкая направленность. Я люблю радиоэлектронику, я этим буду заниматься. И это сразу видно, что человек – вот именно это, это его. То есть тут вопросов не возникает. Да, он занимается в эту сторону. С точки зрения инженера и конструктора, да, это тоже так. У кого-то действительно очень хорошие задатки. Это не означает, конечно, что другой человек не сможет изучить. Всякому делу можно научиться. Собственно говоря, что бы мог рекомендовать? То есть развивать человека в ту сторону, то есть обучаться, заниматься с человеком, как мы здесь, кстати, работаем, заниматься с человеком в сторону его интересов. То есть вот если ему интересно, например, заниматься инженером, значит в эту сторону сделать уход. То есть это не значит, что ничего другого изучать не надо. Надо, конечно. То есть должен быть какой-то базовый уровень знаний, довольно-таки хороший. Что касаемо темпа обучения. То есть темп обучения тоже, он у всех разный. Одни быстро впитывают знания, как губка, другие медленно. У нас здесь нет, скажем так, таких ограничений. Мы можем здесь подобрать индивидуальный темп обучения для каждого. То есть чтобы материал, скажем так, даже пускай он не заметен. То есть мы практически стараемся делать полезным, увлекательным и интересным. То есть вот ребята сами говорят, что да, мы занимаемся, мы делаем проекты, мы делаем какие-то такие классные вещи. Но в процессе, скажем, того, что они делают, они же все равно учатся. То есть учатся, учатся они, учимся и мы вместе с ними. Некоторым вещам я у них уже учился. То есть настолько у нас действительно уровень высокий. В какой-то период времени мы практически меняем режим работы. То есть вот мы сидели, да, делали платы. Это у нас неделя была монтажника. Следующая неделя у нас неукровская. То есть научно-исследовательский отдел, конструкторских разработок работает. Мы бегаем уже, у нас уже вот все инженеры, все тут бегают с линейками, что-то чертят, что-то думают. Следующая неделя это у нас исследовательская лаборатория. То есть изучаем физико-химические свойства пластика, которые нам дали. То есть вот мы меняем даже режимы работы. Кстати, это делает работу разнообразной. А скажем так, ребята, ребята у нас развиваются разносторонние. Поэтому вот, скажем так, иногда человеку сложно найти свой путь, но единственный поиск это пробовать. Не попробуешь, не узнаешь. Согласен, да. Просто на самом деле уникальны вот эти вещи, уникальные возможности, разностороннесть, да, и вот опять же зайти от задумки до реализации. Опять же понятно, что может все с первого раза не получиться, но ошибка, неудачный какой-то даже вот изделие, это тоже очень важно. То есть нужно понимать, что вот тот же Эдисон, прежде чем он изобрел свою лампочку, он сделал там тысячу там неудачных опытов, но говорит, что каждый вот этот неудачный опыт меня приближал к решению этой проблемы. Последний вопрос. Какое с вашей точки зрения самое гениальное изобретение? Я думаю, что их несколько, и даже можно их разделить на классы. Наверное, первое изобретение, это тут надо вспомнить нашего ползунова Ивана Ивановича, который, скажем так, паровой двигатель не только сделал, изобрел и сделал, а еще и применил в производстве на 7 лет раньше, чем англичане, чем это сделал Джеймс Ватт. Ну, соответственно, паровой двигатель Джеймса Ватта сейчас стоит в Британском музее. Зная историю, техническая революция началась с него. Так что изобретение парового двигателя, предшественник парового двигателя, это была паровая трубина Герона Александрийского. Это 2000 лет назад. Ему буквально не хватило шага, чтобы начать на 2000 лет раньше техническую революцию. Следующее изобретение, это, наверное, Фарадея, изобретение генератора и электромотора. То есть, тогда тоже был уникальный такой случай, пришел губернатор, посмотрел на опыт Фарадея, и говорит, а зачем вообще все это нужно? Четно сказал, говорит, не знаю. Может быть, когда-нибудь вы с этого сможете брать налоги. Собственно говоря, что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем такую отрасль, как генерация, мы имеем такую отрасль, как сетевики, то есть, передача электроэнергии от электростанций потребителю. То есть, без энергетики мы не представляем даже уровень современной жизни. То есть, если исчезнет электричество, мы откинуты будем на 100 лет назад. То есть, из современного мира мы попадем уже в начало 20 века. Вот и в конец даже 19. Третье изобретение, которое, скажем так, изменило мир, это, конечно, появление компьютеров и интернет. Это третья техническая революция. То есть, изобретение, скажем так, электростанции, это вторая техническая революция. Третье, значит, компьютер, появление компьютеров и интернет. Это изменило жизнь людей очень сильно. Это повлияло на ускорение технического прогресса, то есть благодаря компьютерам мы теперь делаем все быстрее, и технический прогресс развивается очень быстро. То есть компьютер был бы невозможен без еще одного удивительного изобретения, это появление в середине 20 века транзисторов. То есть все достижения IT, они базируются в базе электроники. То есть вроде несложная вещь, да, транзистор, но без его изобретения не сделать было бы дальше. Что хотелось бы поговорить об удивительных изобретениях, ну действительно они удивительны, это конечно изобретение синематографа. Синематограф, очень удивительное изобретение. Фабрика грездая. Удивительное изобретение. Во всех отношениях удивительное. Вот, ну то есть это по сути дела и техническое изобретение, приборники, да, и аппарат, правильно сказать аппарат, и искусство, то есть это гибрид. Да, когда само устройство не имеет, можно использовать, да, чтобы дружу человека сделать чище. Вот, это действительно удивительно. Еще Ленин говорил о синематографе, что кинематограф это важнейший из искусств для нас. Ну, он был прав, тут не поспоришь. Вот, наверное, так коротенько об изобретениях, вот что хотелось бы сказать. Я понял, да. Ну, Илья Станиславович, он так прошелся по всем трех, вот сейчас четвертой технической революции. Даниил, какое, по твоему мнению, самое гениальное изобретение? Я совершенно согласен с Илья Станиславовичем, что он сейчас сказал, потому что действительно нельзя такого, нет такого понятия, как одно самое гениальное. Потому что, если мы можем сказать, что тот, кто изобрел самое гениальное изобретение, мы будем самыми настоящими эгоистами. Потому что нельзя говорить так. Во всех сферах, в медицине, в электронике, в автомобилестроении, в ракетостроении, без разницы, там есть свои определенные гениальные изобретения. То есть их перечислять у нас просто времени не хватит. Я лишь могу сказать о том, что, если пример приводить, то именно такая вещь, как полупроводники, это действительно является примером очень нестандартного мышления. Потому что даже факт того, что люди стали как-то работать в этой области, как-то именно креативного мышления хватило, чтобы функции радиоламп постепенно начать перекладывать. В радиолампах-то просто-напросто все эти электрофизические принципы, они очень легко понятны. Потому что у нас есть сеточки, там электрончики так-то летят, там-то они отклоняются. Это логически более понятно. А в транзисторах же, в полупроводниковых диодах и тому подобное, там уже несколько потруднее. Там мы уже не можем вот так вот говорить, именно бросаться такими словами, что там-то они отклоняются, там не отклоняются. Там гораздо более сложные процессы. Но вот факт тот, что именно как-то инженеры вот эту технологию отточили, сделали, и это уже вызывает очень большое уважение к ним, к работе. Если бы такого бы не произошло, то сидели бы до сих пор с компьютерами размером вот с эту комнату. Большое спасибо. Замечательная беседа, разговор, замечательные мысли и самое главное – дела. То есть, как бы очень важно тоже не только рефлексией заниматься, читать умные книжки, а вот брать и делать, и вот притворять свои мечты и замыслы в реальность. Я вам желаю удачи, успехов, настойчивости, терпения. Вот для того, чтобы вот реализовать ваши замыслы, действительно, тут нужно, вот, как сказать, и энергия, но нужны и знания, и объединяться. Нужно искать, кто сможет быть вашим партнером, кто может вам помочь. И я думаю, что все получится, поэтому дай бог вам успехов реализовать все, что у вас сейчас есть, да, и потом возникнут новые рубежи, новые какие-то проекты. Продолжение следует...